Нельзя забывать и о том, что военкоматы проводят различные мероприятия, направленные на повышение престижа военной службы и патриотическое воспитание молодежи. Они не выполняют каких-то второстепенных или неважных для общества функций. Даже тяжелая задача оповещения семей погибших при исполнении своих обязанностей военнослужащих ложится на них. Поэтому по праву 8 апреля военный комиссариат отмечает свой профессиональный праздник. Последние четыре с лишним года мы работаем уже как гражданский и не военный, и как не военный комиссариат, а как отдел. Я имею в виду в районах. Но тем не менее мы выполняем поставленные задачи, которые на нас возложены. Вопросы связанные с мобилизацией, с призывом граждан на военную службу, с учетом, с пенсионным обеспечением, ну и ведением различной административно-хозяйственной деятельности. Ну, не кремя душой скажу честно, что на сегодняшний день наш отдел является одним из лучших. Это благодаря вам, каждому здесь сидящему сотруднику, который вносит лепту свою в наше общее дело. Накануне профессионального праздника канаковским сотрудникам военного комиссариата приехали представители городской власти, чтобы их поздравить и вручить им грамоты, цветы и подарки. 96 лет, но все молодые, симпатичные. Конечно, я не думаю, что те реорганизации и организации, которые происходили с военным комиссариатом, привели работу с молодежью, которая идет в армию, в лучшую сторону. Наверное, это не самый лучший ряд, тот, который сегодня, но жизнь такова, что именно так приходится вам работать. Сегодня, хотелось бы поздравить вас с праздником и пожелать вам здоровья, счастья, ну и, конечно, успехов в том деле, в котором вы служите, в котором вы работаете. И, конечно, чтобы у вас в жизни, как говорится, в личной, в семейной, значит, у кого-то еще не в семейной, но в будущей семейной, все сложилось хорошо, удачно, и чтобы счастье, здоровье и любовь запустовали вам всегда по жизни. Труд работников военных комиссариатов очень важен для нашей страны, ведь, по сути, все вооруженные силы организованы именно их усилиями. А потому в день праздника сотрудники военкоматов получают поздравления и благодарности за свой труд.